Идинороссы Чувашии готовятся к празднованию Дня Победы. В партии заверили, что сделают все, чтобы ни один ветеран, ни один труженик тыла не был забыт. В столице республики проживают 486 ветеранов Великой Отечественной войны, 32 блокадника и почти 4000 тружеников тыла. Сейчас депутаты городского собрания готовят встречи молодежи и школьников с ветеранами. Кроме того, в городе пройдут традиционные мероприятия и парад на Красной площади, и акция «Бессмертный полк» и концерты. Такжединороссы приняли решение провести ревизию мемориальных захоронений, обновить памятники и ограды. Парк Победы, комплекс по улице Богдана Хмельницкого ждут весеннего благоустройства. Сложно, наверное, как-то оценить, что нужно сделать, много ли это и мало. Но каждый должен это интуитивно на местах делать. Кому-то доброе слово, кому-то нужно реально помочь как-то. Поэтому везде должен быть индивидуальный подход. И самый главный принцип тот, что никто не должен остаться без внимания. Максимально хотим охватить ветеранов. Кто не сможет прийти праздничными, то они должны быть на дому посетить. Должны волонтеры, наши юные горожане вместе с депутатами, вместе с активистами, общественниками в микрорайоне праздники. Самое главное, чтобы мы из этих встреч получили то, чтобы юные поколения, молодежь общалась с ветеранами. Я думаю, что это очень важно. Чествование ветеранов и праздничные мероприятия с участием депутатов Единой России и местных отделений партии пройдут также во всех городах и районах республики. Николай Малов напомнил, что после Дня Победы состоится еще одно важное событие – предварительное партийное голосование. Он призвал всех участников праймера свести себя корректно и уважительно по отношению к коллегам. Николай Малов первым подписал такое соглашение и выразил уверенность, что остальные к нему присоединятся. Наверное, основной момент, который несет этот документ, подписание этого соглашения – это та чистота выборной кампании. Это очень важно, чтобы в преддверии главного, наверное, да, и единого дня голосования уже 18 сентября мы подошли одной командой вот в этот период, период агитационный, предвыборного голосования, который, скажется, 22-го, не потеряли свое лицо, и было понимание у всех окружающих, что мы единая команда.